Да, белый. Белый, белый, белый. Ну, а ты чем занят? Все работают, а ты тоже работаешь? А, белый. Касается ты наш голубоглазый. Ну что, браты, живые? А что вы ее собираете? Куда? А, ты просто, чтобы таскать удобно было. Да, Николай, не могу, а вот туда-то свалить, чтобы не на дорогу. Угу. Это белый, как он там? Белый, да, с черной. Чернушка. Они живые. Живые, что они сделаются-то? Они сейчас наслаждаются летом-то на природе. Слушай, ну почему там? Вот там большая картошка, видишь, а вот тут вообще какая-то проплешина. Не знаю, я не знаю, что случилось. Проплешина. Почему-то долго не сходила, а потом зашла. Без понятия. Там вообще маленький пустик. Да, да, да. Не знаю, брат, ничего не было. У вас кусты в два раза больше, чем у нас в Московской области. Кусты-то большие, либо картошка была тоже хорошая. Это, кстати, не всегда связано. Да, точно. Все в ботву ушло и все. Весь колорадский распространился. Я его вначале собирал, ходил. У меня его почти не было. Слушай, а я не пойду. Сейчас две недели не собираю, и все уже. Насчет хрена, выдираем или нет? Конечно, выдираем. Выдираем, да? Если хочешь, забирай его домой. Нет, просто вдруг он вам нужен тут. Вдруг вы его разводите? Нет, я же... Нет, от кого разводите? Наоборот, избавляйтесь. Там вот это все хрен посаженный или он сам вырос? Он сам растет. Это самый хреновый огород у нас называется. Слушай, а вы там картошку сажали? Да. А что они не видно вообще? Одну глупость сделали. Ростки очень большие у матушки выросли. Картошка, она оставила ее в подполе, близко к полу. То есть тепло было. Вот такие по 30 сантиметров. Я такие посадил. А они, кажется, отмирают и новые растут. А дождей не было. Дождей не было. То есть там замедленные? Да, все замедленные. Дожди сейчас пошли, она начала вылазить. То есть я больше так делать не буду, конечно. Надо садить нормальные, короткие. Вот, блин, мы посадили. А сколько вы с кем вы сажали тут? С Николаем? И все вдвоем? Нет, там еще это помогало матушке, Надежа Васильевна. Такие огромные площади, да? Ну а что, я же мотоблоком сажу. Только вручную эту картошку раскладываешь. А-а-а. И перегной мы клали тоже вручную. А-а-а. Вот. Специально удобряем. Потому что на весь огород у меня перегной, ну, это, не хватает. Я так в клунку бросаю. Понятно, дело, это в такие площади. А силос можно его использовать как перегной? А вот не знаю, я думаю, что можно, думаю. Я тоже думаю, он же уже перегневает. Ну, я слышал, самое лучшее это солома. Самое лучшее для удобрения солома. Она семян не дает. Перегной ты бросаешь, там много семян в нем. И много сорняков. Да я уже убедился, сколько раз уже, сколько его сыпал на землю. Потом столько сорняков отнял. Перегнившая солома, да? Ну, подгнившая лучше, да, всего. Ну, и можно и такую. Лучше перегнившую, да, подгнившую. Если хрену надо, можете хоть сколько накапывать, сушить его и с собой вести. Да, он так же растет. Тоже растет, да? Где хочешь. Ну, я имею в виду, у кого нету. Белый, ты видела, что работаешь? Или на самом деле что-то оттрудишься? Да? Разговорчивый. Котя. Да, еще волк поприще ждет. Как зарос оборот, конечно. Опять надо много трудов сделать. Ну, все, слава Богу за все. Аллилуйя.